В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Немецкие инженеры из компании Festa создали гибкого робота из силикона. Ранее мы уже рассказывали об удивительных разработках этой организации. Среди них роботы-бабочки, которые самостоятельно ориентируются в пространстве и избегают препятствий благодаря системе датчиков по периметру помещения, а также механические муравьи, умеющие выполнять работу в команде подобно живым насекомым. Новая разработка немецких инженеров представляет собой манипулятор, выполненный по подобию щупальца у осьминога. Назвали чудо Octopus gripper, что дословно переводится как захват осьминога. Задача манипулятора как раз захват и удержание предметов. Для этого в конструкции предусмотрены присоски. Благодаря тому, что щупальца силиконовая и не имеет каркаса, оно очень гибкое и маневренное. Управление осуществляется при помощи пневматического насоса. В нужный момент он нагнетает в полости манипулятора воздух, позволяя ему плотно сжимать нужный предмет. Разжимается щупальца путем откачки воздуха. Разработчики отмечают, что щупальца в будущем может стать ассистентом для людей в работе, где требуется что-то придерживать. Силу своей мягкости манипулятор совершенно безопасен, поэтому специальных условий для его использования не потребуется. Планируется ли вывести силиконовое щупальце на коммерческие рельсы в компании Festa пока не сообщают. Британский стартапер Ричард Браунинг своими силами собрал прототип костюма железного человека. Конечно, это не тот сверхтехнологичный экзоскелет, но, по крайней мере, устройство позволяет пусть и недолго, и неуклюже, но летать. Своё детище Ричард назвал достаточно символично — дедал. Агрегат представляет собой экзоскелет, к которому крепится шесть реактивных турбин, две пары на руках и ещё по одной на каждой ноге. Бак с топливом находится в рюкзаке на спине, используется авиационный керосин, так как он наименее взрывоопасный. Браунинг отказался от идеи реактивного ранца, так как концепция двигателей на конечностях, как у железного человека, даёт больше свободы и контроля. К слову, контролировать полёт у изобретателя получилось не сразу. Более-менее приемлемому полёту предшествовали многочисленные неудачные попытки. Здесь снова можно провести аналогию с железным человеком, который тоже научился летать в костюме не сразу. Предприниматель финансировал весь проект самостоятельно, потихоньку продвигаясь к конечной цели. Как отметил Ричард, экзоскелет он собрал не ради коммерческой реализации, а из энтузиазма. Однако творение умельца уже заинтересовало такого крупного инвестора, как Red Bull. В ближайшее время Браунинг намерен продолжить испытание своего реактивного костюма и разогнать его до серьёзных скоростей. Пока же костюм позволяет передвигаться не быстрее бегущего человека. Пенсионный фонд России запустил собственное мобильное приложение. Оно доступно бесплатно для операционных систем Android и iOS. Стоит отметить, что по дизайну и структуре программа сделана очень неплохо. Приложение позволяет получить информацию о состоянии лицевого счёта, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на приём и заказать нужные документы. Помимо этого можно получить сведения о накопленных пенсионных баллах и стаже, о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала и об истории своих обращений в пенсионный фонд. Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг. Подтвердить упрощённую или стандартную учётную запись можно в офисах Почты России или в клиентских службах пенсионного фонда. В дальнейшем для входа нужен будет только пин-код. На этом всё. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.